МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На озерном комплексе нужно обязательно покачаться на сплавине. Давайте! О-о-о! Это как батут! Прилетели буслы, и когда шло богослужение, они становились на крестах храма. Сейчас мы вас и попарим. Мама миа. Некоторые утверждают, что этот камень исполняет желание. Достаточно на нём посидеть. Вот дух Сислава-Чародея, Торол-Беркут, Медведь и Волк. Какой-то жук. Сейчас, минутку. И получается неприлично вкусно. Если вы оказались в Шумилинском районе, вам просто необходимо побывать в Лесковичах, искупаться в чистейшей воде местного озера, напиться родниковой воды, посетить чудо-храм, а ещё ощутить, что такое спа по-деревенски в местной агроусадьбе. Отправляемся за колоритом. Замок в миниатюре или небесная симфония? Дуэт бутового камня и алого кирпича восхищает. Храм святого преподобного Сергия Радонежского возвели в 1878-м в русском стиле. По рассказам старожилов, помогли помещики Хлюдинские, которые построили в Лесковичах усадьбу. И хоть были католиками, внесли свой вклад для православных. Местные жители приносили для раствора куриные яйца. И кладка получилась добротной на века. А самое главное, церковь согрета любовью прихожан. Это невозможно не почувствовать. В храме находится образ, икона, и ее хранили люди. Когда разрушали этот храм, это образ великого мученика, целителя Пантелеимона, святого, который помогает в разных нуждах, болезнях. Ему молится народ. И это у нас считается чудотворный образ. Пресвятые Богородицы, вот этот образ, также к нему приходят люди приложиться и получить покров, заступничество и помощь Божией Матери. Есть и другие здесь иконы, намоленные, старинные. На службах негде было яблоко упасть, но все изменилось с приходом Советов. В 30-е годы церковь превратили в клуб. Войну вновь зазвучали молитвы, а в 62-м святыню переоборудовали под зерносклад. Местные власти подкупили трактористов всего за пару бутылок вина. И те начали разрушать храм и рубить топорами купола. В тот вечер беременная жена одного из трактористов готовилась к Пасхе, пекла куличи и красила яйца. Как узнала о злодеянии, бросила все и побежала спасать родную церковь. Она бросилась под гусеницы, но ее взяли за руки и волоком по земле оттащили в сторону. Сбросили колокола, снимали иконы, увозили в неизвестном направлении. Снимали ручники. Раньше в храмах было это принято, украшать образы. Ручниками выхватывали эти ручники и заматывали в сапоги вместо портянок. Такой человек, который вот так делал, сгнил заживо. Врачи не знали, что это и что делать. Все же остальные, которые принимали какое-либо участие в разрушении храма, храма, также в короткое время, можно сказать, в течение года все погибли, ну, не своей смертью. С 1991 года был восстановлен в нынешнем виде. Иконы были написаны уже в 90-е годы. Иконописец трудился здесь из Витебска. Общими силами лет 7 назад провели капремонт. Храм посвежел и похорошел. Удивительная история связана с колоколами. Голь на выдумку хитра. В свое время созывать на службу было нечем. И сделали звоны из кислородных и газовых баллонов. В 90-е годы школьники случайно нашли в заброшенном сарае старый колокол и принесли в церковь. Второй тоже с интересной судьбой. В былые времена он встречал и провожал поезда на Шумилинском вокзале. Люди приезжают из Полоцка, и с Витебска приезжают. И некоторые уже стали дедушками, бабушками. И они сами здесь крестились, венчались. И сейчас привозят своих уже внуков, чтобы тоже здесь покрестить и повенчать. Необычные прихожане к нам прибывают сюда, особенно по праздничным богослужениям. И недавно, 18 июля, проходило богослужение, праздничная память преподобного Сергия Радонежского. Прилетели буслы, и когда шло богослужение, они становились на крестах храма и находились на них все богослужение. И это происходит уже много лет. Белорусское гостеприимство. Агроусадьба на берегу озера сделает ваш выходной. В Лесковичах оно чудесное. Ледник постарался. Чистая, богатая на рыбу и родники. Летом пользуется спросом у дайверов, зимой у рыбаков, когда ловят щуку. Чтобы пикник удался в любой сезон, хозяева построили гриль-домик. Здесь можно жарить шашлыки, коптить, что-нибудь коптить можно при желании. И еще мы здесь собираем всякую старинную утварь. Горшочки, светильники, лампы всякие. Еще у нас есть мангальная зона на улице. Мангал, здесь можно поджарить шашлык. И тандыр. Здесь мясо запекается, не жарится, запекается. Причем запекается не на открытом огне, а за счет толщины стен самого тандыра. И где-то 15-20 минут, и получается неприлично вкусно. Какой релакс без доброй бани? СПА по-деревенске – любимая процедура. Но здесь разнообразили классику. Добавили гималайскую соль, а еще предлагают кедровую фитобочку. И если вы хотели избавиться от отеков лишних килограммов, омолодиться, оздоровиться и взбодриться, лучшей капсулы не найти. Как это работает? Устроим тест-драйв. Внутри расположены шланги с отверстиями, и парогенератор подает пар сюда, в бочку. И тело обдается паром. Чем хорошо? Ну, для того, чтобы полноценный эффект получить от фитобочки, нужно для начала сходить в баньку, распариться. Опять же, если добавлять в парогенератор какие-нибудь травы или эфирные масла, то получается дополнительный эффект. Мы в прошлом году уложили лаванду. После этого эффект снотворного. Спать хочется практически моментально. Тело расслабляется, получаешь огромное удовольствие. И как младенец, мне кажется, вылетаешь из этой бочки. Лет 10-15 минус от возраста, за 15 минут гарантированно. Сейчас мы вас и попарим. Так. Все, что хочешь от жизни, бери-бери-бери-бери-бери-бери. Мама Мия. А после бочки мы предлагаем чай. Фито-чай. Собственные травы сушим мяту, чебрец. То есть травотерапия и снаружи, и внутри. И внутри, да. Отлично. Легкие Европы, Клюквенный рай, Белорусские болота справедливо назвать отдельной планетой. И с каждым годом она притягивает все больше и больше туристов. И сегодня мы отыскали на карте Витебщины, настоящий Меркурий, место тысячи озер, заказник Казянский. И отправляемся, чтобы слиться с дикой природой и прочувствовать настоящий экстрим. Космос по озере и наследие ледника. Густая сеть красивейших озер, лесных массивов, холмов, оврагов и болот. Вот оно, белорусское богатство. Республиканский заказник Казянский находится на территории Шумилинского и Полоцкого районов, между речью рек Оболь и Сосница, и занимает более 28 тысяч гектаров. Он создавался с целью сохранения уникальных ландшафтов с редкими и исчезающими видами растений и животных, занесенных в Красную книгу. Вооружаемся резиновыми сапогами и отправляемся навстречу приключениям по маршруту «Глаза болот» озера. Кстати, он отлично подойдет для начинающих робинзонов и любителей экологического туризма. Стартуем с живописных берегов озера Расалай. В границах заказника находится 518 озер. Самые крупные из них – Красамай, Мошна и Расалай, на котором мы сейчас с вами и находимся. Очень красивое озеро, согласитесь. Облака отражаются прямо из того, что какой-то рай. И вода, наверное, очень чистая здесь. Если кому-то нужно отдохнуть, побыть самим с собой, то это самый лучший вариант. Рядом пляж, очень удобно разместить палатки. Есть ли какие-то правила безопасности на болоте? Самое опасное место на болоте – это топ. Почему? Потому что топ – это водоем, поверхность которого покрыта мхом или зеленой травкой такой безобидной. Но на самом деле безобидный вид достаточно обманчив, так как топ засасывает человека на дно. По болоту лучше ходить или с местными жителями, или с гидом, правильно? Конечно. Категорически запрещается прыгать с кочки на кочку. Ой, помощники себе брать все-таки шесты. Бросить вызов себе и выйти из зоны комфорта всегда полезно. Фитнес-тренировка, обогащение кислородом, нереальные кадры и открытия из зеленого мира гарантированы. На планете Казьяны преобладают лесоболотные комплексы. Березняки, сосняки, ельники, черно-ольшанники, есть участки ясенников и дубров. А у нас прямо по курсу бобровый коттедж. Лучших инженеров-строителей не найти. Бобры настолько все продуманно делают. У них прямо вот комнаты. То есть зал, кухня, ванна, все в кухне. Можно считать и так. Но все очень надежно и плотно сделано. Вот это сооружение может выдержать несколько взрослых людей. Тут даже в 30-градусный мороз, там тепло. А там живут сейчас бобры? Конечно же живут. Но вход мы не видим, потому что вход исключительно под водой. А вот их запасы, провиант, так сказать, их норы, вот это вот все над водой. Наши европейские речные бобры выбирают себе пару на всю жизнь. У нас матриархат, то есть главенствует самка. Кстати, у них веки прозрачные. И за счет этого они запросто могут плавать в озере. За такой красотой и пением птиц вы не заметите, как пролетят 3,5 километра вдоль озера. А затем еще немного, и перед вами другой мир с минеральными островами. Обольское болото занимает около 5000 гектаров. Это сердце заказника. Его возраст примерно 9000 лет. Своё название оно получило от городского поселка Оболь. Кстати, на Витебщине самые молодые болота. А вот самые древние находятся на Полесье. Вы посмотрите, как меняется растительность. Этим сосным малышкам уже больше века. Нехватка кислорода и кислая среда – вот вам и результат. Главное сокровище – это, конечно, мох с фагнум, который образует торф. Считается, что самое глубокое болото – это, ну, ученые так посчитали, это 5,7 метров. Мох с фагнумом имеет такое свойство – вбирать себе воду больше, в 20-30 раз, больше своего веса. Это настоящий антисептик, да? И вот войну же использовали для солдат вместо бинта. Конечно, вместо перевязочных материалов. Растения очень своеобразные. Они приспосабливаются к существованию. Вот, смотрите, листики становятся как восковые, да, крепкие. Удивительное растение – россянка. Это насекомоядное растение с такими ресничками красненькими. Вот оно – вознаграждение для туристов-авантюристов. Грядовый озерный комплекс – драгоценность заказника. Только представьте, на 5 километрах квадратных находится более 400 малых озер разной формы. Неспроста. Это место окрестили белорусским Меркурием. С высоты птичьего полета виды нереальные. Но не только этим славится заказник. В 2014-м он был включен в рамсарский список водно-болотных угодий международного значения. А еще это ключевая орнитологическая территория. 175 гнездящихся видов птиц на то время было. 44 из них занесены в Красную книгу Республики Беларусь. Цель создания вообще заказника было сохранение редких исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь. Среди них барсук, медведь, рысь, чернозубая гагара, орлан-белохвост, черный аист, беркут, малый большой подорлик. В общем, практически половина Красной книги, наверное, Беларуси здесь обитает. Мне спросила, сказали, что место это сакральное, возможно, здесь наши предки когда-то давным-давно приходили, поклонялись каким-то богам. Если верить легендам и преданиям, то в болоте, в белорусском болоте живет болотник, хозяин этих мест, который очень не любит жадных людей на самом деле. Те, которые клюкву без меру берут, тех болотник может наказать. Всеслав Чародей, наш князь белорусский, про него кажут, что он был оборотник. От своих ворогов, и он тут их вводил по болоту, и они не могли никуда от него уйти, и он тут их знищал. Дух Всеслава Чародей – это орел-беркут, медведь и волк. Для любителей приключений в казьянах разработали пять маршрутов. На территории заказника немало памятников истории и археологии. Среди вишенок водопад на Старой Мельнице. А еще можно взять лодки, байдарки и покорить реку Оболь. Здравствуй, камень! Мы с вами словно на вершине настоящего айсберга. Этот гигант находится в деревне Шавеки, и это четвертый по величине камень в Беларуси. С ним местные жители связывают немало историй и легенд. Одна из них – если загадать желание, оно обязательно сбудется. Шумилинский район – кладезь гигантских валунов. Про самый большой камень в Беларуси мы уже рассказывали. А в деревне Шавеки его брат – четвертый по величине. Красно-бурый гранит рапокиви с кристаллами полевого шпата и серого кварца. Чудо природы. Толстый слой мха, как седая борода у старца, только придает ему колорита. Шавекинский валун – геологический памятник природы. Принесем данный камень Соланских островов, что на Балтийском море, 16-17 тысяч лет тому назад. То есть поозерский ледник. Ему и мы обязаны вот таким валунам. В длину 6 метров, в ширину более 4 метров и высоту более 2 метров. Он еще, наверное, по землю уходит, да? Да. Этот камень 150 тонн, представьте. И наверху есть такое вот углубление, что говорит о том, что, возможно, этот камень использовали в ритуальных каких-то целях. То есть как жертвоприношение. Самое интересное, что здесь вот на камне есть такие рукотворные приступочки, чтобы вот заходить на камень. Это просто какой-то король лев. Ну так. Новая путевка через неделю. Проведем лето красиво. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова